Всем доброго времени суток. Всем привет. Ну что, поиграем? Hitman. Это первая игра в серии Hitman. Сразу хочу сказать, вряд ли это будет что-то дико серьезное и прям, я не знаю, атмосферное. Просто игра старая. Управление у нее страшное. Вам, я не знаю, вам будет, конечно, не понять, наверное, моих мучений каких-то, по большей части. Это, кстати, Steam-версия. Играть я буду с клавиатуры плюс мышь. По поводу русификатора, честно говоря, не помню. По-моему, я что-то ставил. По-моему, я даже ставил какой-то фикс на разрешение. Но не уверен. Разрешение нормальное. Это просто в игре такая заставочка. Я хотел еще рассказать, что я ее... Не, не проходил, вру. Я в нее играл. Я проходил уровня, может быть, 3. Я не помню. Это было так давно. Но я достаточно хорошо помню первый уровень, потому что я с ним страдал просто. Вот. Потом... А вот потом, что было, я не помню. Возможно, вместе вспомним. Вот. Но можно сказать, что это слепое прохождение. Я реально нифига не помню. Кроме первого уровня, пожалуй. Первый уровень я более-менее не помню. Я знаю, что там... Я знаю, точнее, куда там примерно ломиться сразу. По-моему, так. Ну, может быть, я плохо помню. Посмотрим. Ладно, поехали. Так. Этот можно удалить профиль, потому что я на нем тестил. Давайте создадим новый. Cryos. Сложность какую выбрать? Я прям даже не знаю. Наверное, я все-таки нормальную сложность составлю. Да. Пусть будет нормальная. Не-не-не. Тренировку я проходил это не считается. Проснись. Проснись, мой друг. Начинается новый день, а у тебя еще есть работа. Я буду учить тебя тому, что ты обязан знать. Всегда помни, я не только твой наставник. Думай обо мне, как о человеке, которому ты можешь доверять больше всего. Навыки, которые ты приобретешь сегодня, будут не только полезными, но и жизненно необходимыми для выполнения твоих будущих заданий. Ты результат тщательного отбора. Ты очень важен для меня. Камера здесь просто вообще над головой. Мне так неудобно. Вы не представляете. ты быстро учишься, мой друг. Но я в этом и не сомневался. Теперь ты должен найти какую-нибудь одежду. Одежду, вот она, ага. Так, я кое-чего вижу. Давайте мы сейчас быстренько... А что у него? Ничего такой вот халатик. Зачем одежда? Тут фишка будет в том, что можно будет переодеваться в процессе игры, то есть. Ну, посмотрим. Я не помню. Оп. Продолжаем. Так. Вот, то есть, вот эта вот менюшка открывается правой кнопкой. Я буду потихоньку сразу рассказывать в плане управления, чтобы вам было понятно. Ацтеки, спасибо тебе большое. Я болела, выздоровела, теперь я с вами. Мы тоже болели. Молодец. В смысле, что выздоровела, молодец. Короче, через правую кнопку открывается менюшка и колесиком меняется. Если кто-то знает, как это можно, это удобнее сделать или нет, вы скажите. Ну, пока так. Пора продолжать, мой друг. Иди к двери, и мы проведем следующую. Очень хорошо. Иди в следующую комнату. Я тренировку даже вроде помню так-то. Благодаря этим упражнениям мы разовьем твою... Видишь? Ты хорошо справляешь с тобой, друг. Давай перейдем к следующему заданию. Ну, я случайно пропускаю. Я вот думаю, может их вообще тогда отключить в субтитрете, потому что вообще ничего не видно. Да. Ну, ты посмотри, ну, что там? Ну, я могу отключить, в принципе, они действительно турацкие. Полезные. А я могу их отключить? Просто, может, я их не могу отключить? Может быть. Они, наверное, где-нибудь в графике, а тут их, видишь, нет. Так что... Ну, потом уровень пройдем, я, может, отключу тогда. Вот это все он делает автоматически. Угу. Идь. Отлично. Так. Помню, что надо с лестницы слезать вот так. Задом. Иначе будем падать. Очень хорошо. А, и самое главное, что вот я хожу, я себе управление перебиндил. Но здесь, чтобы бегать быстро, здесь не просто... То есть, я себе забиндил сейчас на shift, а вообще управление было не в ASD, а Z, X, S, Z, X, то есть, ниже на клавишу. Угу. И стрейфы были на Z и C, короче. Ужас. Выглядывание из-за угла были на A и D. И чтобы бежать, то есть, идти вперед было S, а бежать W. Это сложно. Фильм по Хитману нет, мы не смотрели. У тебя хорошо получается. Иди к лифту, и мы продолжим занятия. Интерфейс очень маленький, но я думаю, что это как раз вот из-за фикса какого-то, который я, скорее всего, ставил. А куда нам? Подвал 1 или подвал 3? А, это мы сейчас на подвал 1, значит, нам подвал 3. Как ты там ничего видишь? Ну, у меня чуть покрупнее получается. Но все равно. Зрение хорошее. Тренировочная площадка для рукопашного боя. Ты хороший ученик. Лучший из всех, кого я учил. Но я знал это с самого начала. Теперь мы переходим к более сложным заданиям. Я уверен, что ты готов к ним. Давайте, рассказывайте, потому что я не помню, как и что делается. А? Мне взять надо что-нибудь? Давай ножик. Замечательно. Нож прекрасный выбор для ближнего боя. Легкий и бесшумный. Все такое на-на. Он предназначен для тех, кто хочет остаться незамеченным. Лезвие сделано из высокоуглеродистой нержавеющей стали в традиционном стиле. А теперь посмотрим, как ты обращаешься с этим оружием. Видишь манекен? Потренируйся на нем. Теперь попробуй напасть на предполагаемую... Хорошо. 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 Отлично. Пора продолжать, мой друг. Давай перейдем к следующему предмету. Ладно. А, струда. Выбор настоящего профи. Думаю, пора кое-кого приструнить. Попробуй ее в деле вон на том манекене. А как ее пользоваться-то? Пора продолжать, мой друг. Сзади, наверное, подойти. Давай перейдем к следующему предмету. Ой. Так, это кнопочка 3. Тебе надо подойти сзади и накинуть удавку. Не, я понимаю, но мне надо как-то... А, вот. Как же мелко. Так. Подойти сзади. Неплохо. Ты скоро в этом разберешься. Пора продолжать, мой друг. Ты мне сейчас напоминаешь Витсена, который кошек укладывал. Да-да-да. Оп. Оп. И пот еще вытри такое, как он это делал. все-все-все, забирай. Ну, я не уверен, что он нам пригодится, но пусть будет. Так, нам надо вот сюда теперь. Ты отличный ученик. Приятно смотреть на то, как ты работаешь. Вскоре ты усовершенствуешь все свои умения. Мне приятно видеть твои старания и результаты. Продолжай в том же духе и ты станешь лучшим. Теперь иди к ящикам и выбери оружие. Да он уже лучше. Вы видели его в халате вообще? Добротная версия Кольта 1911А из качественной нержавеющей стали. Для стрельбы используются патроны 45-го калибра. Ну что, приступим? Не забывай о рикошетах. Не стоит говорить, что оружие не игрушка. Стоять. А как так как же это неудобно, Краул? Хорошо. Прекрасный полуавтоматический пистолет калибра 9 мм. Эта модель широко используется военными и стражами порядка. В обоим 15 патронов. Заряди его. Подожди. А как? Подожди, а как зарядить? Че так сложно-то? Давай-давай, я верю в тебя, ты справишься. Так. Не, мне надо управление подсмотреть все-таки. Почему они не рассказывают это толком? Как перезаряжать? Спрятать оружие R, а перезарядить оружие 1. Да ладно. Давай мы сделаем перезарядить оружие R, а спрятать оружие H, как это обычно во многих играх сделано. Красса 4? Перебиндивай. Режим камеры 3. Но это нам не надо. Ну пусть будет V, допустим. Взять бинокль 2. На мышку там на какую-нибудь вообще. Пусть пока B будет, а там потом перебиндиешь что-нибудь на мышку. Так. Хорошо. Следующий предмет, показать карту, открыть ноутбук. Это все дальше. Видите, какое тут управление? Жуть. Да, весьма неплохой выбор. Надежный и шумный помощник. Но вместе с ним в большинстве случаев последнее слово будет оставаться за тобой. В его обойму помещается 7 патронов калибра 50 Action Express. Это полуавтоматическое оружие с длинной ствола 152 миллиметра и возможности установить оптический прицел Милет. Заряди его. Сейчас. Я прям не могу. Теперь тебе нужно научиться перезаряжать оружие и стрелять. Иди в тир. Когда тебя сверху показывают, у тебя вот этот лоб треугольный. Да. И я как раз сдерживаю, чтобы не засмеяться. Я думаю, это дело привычное. Я понимаю, я привыкнусь немножко попроще. В тир иди. Хватит баловаться. Ага. Так, перезарядить. Чертик. А чего ты перезаряжаешь, а другое? Ага. Только я не вижу, сколько там зарядов. Тихо. Сейчас я кое-чего сделаю. По-быстрому. Вам ничего не видно. Я себе просто счетчик фпс уберу, инвидиевский. А, нет, не уберу. Вот же зараза. Сейчас. А, ну да. Им-то не видно его. Ага. На крайне показывает. Все, убрал. Отлично. Тихо. Че ты бегаешь-то? Потопали? Нет, он у меня бегает. Подожди. Какие-то кнопочки нажал. Шаг, бег. Какие? Смотри, управление. О, все, отклинило. А, просто переклинило, он тебя вообще не останавливался? На shift, да, видимо, на shift залип. Все, пойдем, пойдем, нам направо. Пойдем, нам, нет, нам вот. А, сюда? Так. А как целиться вообще? Или мне просто вот так вот надо пострелять? Да ладно. Ну. А по праву не? Нет. Это не та игра. Использовать space. Space. Красный режим камера V. Ну, это я сделал. Взять бинокль, бинокль. Использовать стрелять, перезарядить. изменить режим стрельбы. Ну, вроде как, нет. А режим стрельбы это у нас что? Фиг поймешь. А что там было? Режим стрельбы? Да. Подожди. А какая кнопка? Ну, ты смотрела ли я? Где ты видела режим стрельбы? Ты говорил. А, вот так. Ну-ка. А, ну это, наверное, автомат, полуавтомат, там, одиночные патроны. Ты косой. Ну, это не я косой. Так. Ну, стрелковое оружие это не наш, конечно. у него так мило уши от выстрелов светятся. Комментарии все это. Точно. Ты прекрасный боец. Твоя реакция безупречна. ну, хвалите, хвалите. Я восхищен. Хотя, нужно отметить, что я с самого начала возлагал на тебя большие надежды. Теперь твое задание усложнится, потому что на этот раз будут встречаться не только враги, но и друзья. Твоя цель здесь научиться различать их, пока ты будешь пробираться по лабиринту с пистолетным пулеметом. Можно вести огонь одиночными выстрелами или очередями по 3-4 патрона. Ну вот. Теперь возьми пистолет-пулемет и зайди его. И помни, ты можешь держать оружие только двумя руками. С ним ты можешь забыть о хороших манерах. Хорошо. Забыли. Прекрасно. Выбор настоящего профессионала, учитывая то, что это оружие широко применяется в специальных военных подразделениях разных стран. Емкость магазина 15 или 30 патронов калибра 9 мм. Автоматика со свободным затвором. Закрытая казенная часть с плавающим бойком. Скорость стрельбы 900 выстрелов в минуту. Длина 680 мм. Вес 2,8 килограмма. Настраиваемый механизм прицела. Попробуй его в деле. По-моему, он это где-то зачитывал. Он сам не знает. Теперь тебе нужно будет пройти через город. Сидит там подглядывает. Ага. Я так понимаю, мы с MP5 останемся. Это вроде как УЗИ. Остается. Так. Я могу краситься. Чего вы от меня хотите-то? Какой режим у тебя сейчас? А! Не трать патроны. В смысле не трать? Мне надо стрелять. Прямо чердями что ли? А как пере... то есть здесь можно на один выстрел и автомат полностью. Пум. Что там пукает постоянно? Звук. какой-то. Ага. А! А вот со звуком я не знаю что за проблема. Вставай, давай. то есть на любой звук он вот попукивает как-то. Там можно попробовать аппаратное ускорение включить. Может быть это способ поможет. Сейчас пройдем вот это. попукивает. Попукивает. легко спрятать. Так как их можно разобрать и собрать за считанные минуты. Тебе нужно будет произвести только один выстрел. Быстрый, точный и красивый. Подойди к ящику и возьми винтовку, чтобы попрактиковаться с ней, научиться перезаряжать и собирать ее. А можно что-то одно? В специально оборудованном тире имитированы ситуации, очень приближенные к тем, которые ты встретишь в реальности после прохождения обучения. А то, главное, быстрый, точный и красивый. Ты выбрал классическое оружие, которое вот уже десятки лет пользуется популярностью среди военных всего мира. АК-47 разработан для русской моторизованной пехоты и поступил на вооружение советской армии в 1949 году. Автомат Калашникова продолжает постоянно совершенствоваться и в настоящее время является одним из самых распространенных видов автоматического оружия пехоты. Он отличается надежностью, эффективностью и простотой конструкции. АК-103 разработан под патрон 7,62х39 мм. Магазин на 30 патронов. Прицельная дальность стрельбы 1000 метров. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 715 метров в секунду. Длина 943 мм. Вес 3,8 килограмма с заряженным магазином. Настраиваемый механизм прицела. Автоматика работает по принципу отвода пороховых газов из канала ствола. Все? Умный такой там сидит. Я тебе говорю, он откуда-то зачитывает. Он не умный, он хитрый. О, смотри, можно подходить просто и брать через пробел. Тырить? Да. При этом нельзя наводиться. То есть, если навожусь, то нельзя. А если вот так сделать... Это качественное бомбовое ружье с дальностью эффективного огня до 50 метров. Если ты предпочитаешь открытый прицел, то лужа Монте-Карло будет в самый раз. Тырим, тырим. Куда ты все это складываешь? На Аполлон. скинул пушку, по-моему, А, точно. Ну ладно. Ну-у. Как-то вообще. Быстрый, точный, красивый. Один выстрел. Что-то тут... Я просто еще учусь. Подожди, сейчас научимся. Будем... Будет все хорошо. Что-то как-то, да. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Думаешь, там есть что смотреть? Ну, хоть раз ты попал. Нет? Нет, есть одно в центре вон. Тут было. Я, по-моему, из этого... Из ружья попал. Вот, да. Тут хорошо. Бери снайперку. Подожди, у нас вот еще есть. А так это тоже калаш. А, нет, это другой калаш. Да. Так, ладно. Снайперка. Тактическая винтовка Р-93 может использоваться в различных целях благодаря высокой точности стрельбы. Хорошее скорость и простота в обращении в этом случае играют очень важную роль. А как прицел-то сделать? Расскажите мне. Зачем ты приближаешь? Чего приближаю? Я ничего не трогаю. А, это я нажал? Ну. Я не видел. Какую кнопочку нажать? В не работает, В не работает. В ты сам переназал. А, О. Нашел? Что это у нас? Это ничего, это левый клик. Понятно, она сама. Она автоматом, да. Фига. Ну-ка задержи дыхание. Отчаят. А можно же, наверное, как-то? Ух ты, класс. Да смотри его. Это не серьезно так стрелять, конечно. конечно. серьезно, зато весело. Ладно. Все, можете выпускать нас в мир. Супер профи. Угу. Так, я, наверное, что-то прослушал. Мне нужно было и тут как-то что-то делать. А что случилось? Я его убил. Зачем? Ну, он на меня пошел. Ну, ладно, сам виноват. А на нас напали, да? Почему он тут? Я не знаю. Ты кто? Нам не объяснили. Теперь ты. Это он. Стелс. Трупы таскать можно. Не то, чтобы стелс. Не, он просто... Трупы таскать? Волочить? Нормально. А что за ногу-то? А за что? У него же таран нога цепляется неудобно. За руку. За голову вообще идеально. А кто он такой-то вообще? Все положено. У меня там снайперка в руке такая. Беспалевная. Я могу убрать. О, вот так, смотри. За своего сойду. Ну, вообще, он сам на тебя кинулся? Я просто отвлеклась. Я шел, он меня увидел, но меня такой с этим, с электрошокером пошел. Да? Да. Никто мне ничего не сказал. О, так я, наверное, даже в тему, да? Спасибо. Так, тебе его убивать не надо было? Ну, ладно. Он подумал, что ты это он. Он тоже лысый был. Он лысый был, да? Да. Ну, хорошо. А, мы типа сбежали? Типа да. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!